Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Особое внимание расчистки дорог, кровель и подъездов к социальным учреждениям. Глава Самары Елена Лапушкина распорядилась усилить контроль за уборкой и вывозом снега с территории города. Забыл надеть маску? Покинь салон. В общественном транспорте Самары продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Банки в России по требованию усилят контроль за денежными операциями клиентов. Подробнее об этом расскажем в новостях экономики. Волжское дерби на турецких берегах. Крылья Советов и Нижний Новгород сошлись в товарищеском матче. В Самарской области за сутки зафиксировали 3844 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 246626. Такие данные в понедельник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Выздоровели за сутки 1745 человек, а всего с начала наблюдений из больниц выписали 207 554 человека, переболевших COVID-19. В Самарской области 5500 призывников смогут пройти медосмотры. Об этом сообщили в понедельник на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Его провел глава региона Дмитрий Азаров. Призывников исключат из числа тех, на кого распространяется ограничение на оказание плановой медпомощи. График прохождения медосмотров разработают региональный Минздрав и военный комиссариат. Здоровый двор – здоровый дом. В Тольятти пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа стали ближе к жителям. Прививочную кампанию развернули в помещениях ТОС во всех районах города. Два дня с 9 до 17 часов медики принимали всех желающих, а их было немало. Как тольяттинцы отнеслись к предложению привиться на базе ТОС, расскажем далее. Раиса Кладова пришла на ревакцинацию не в поликлинику, а в один из соседних домов. Прививочный пункт в автозаводском районе Тольятти организовали на базе ТОС в рамках акции «Здоровый двор – здоровый дом». Процедура такая же, как в медицинском учреждении. Врач проводит осмотр, измеряет давление, уровень кислорода в крови. Если нет противопоказаний, можно делать укол. По словам жителей, такой формат гораздо удобнее и многих мотивирует привиться. Замечательно, что сейчас сделали здесь, внутри квартала, не ходить никуда не надо. Нам это очень помогает. Всем, видите, здесь люди приходят, как бы всем удобно и хорошо. Благодарю за это. Я очень довольна, потому что я живу в этом доме. И в поликлинику ходить просто, я так считаю, что там много больных. Здесь-то все-таки как-то поменьше, наверное. Ну, конечно, не думали, что столько народу, думали, раз и пришли, вакцинировались, и все. Ну, хорошо, что так много людей, что все пришли, все хотят, чтобы быть тоже здоровыми. В Тольятти, как и по всей стране, растет заболеваемость, вызванная новым штаммом коронавируса омикроном. Вакцинация по-прежнему остается самой надежной защитой. Что пугает, это большое количество детей. На сегодняшний день в пятой городской клинической больнице открыто 60 детских койк, и по большому счету практически все они заняты. Единственное, что все дети находятся в состоянии средней тяжести и в удовлетворительном состоянии. Но, к сожалению, вот со взрослыми, если говорить про взрослых, что, к сожалению, болеют, и также болеют тяжело, да, попадают в реанимацию. И вот опять же мы приходим к тому, что люди вакцинированные по статистике, они болеют легкой степенью, да, это заканчивается все амбулаторным лечением, они выздоравливают и продолжают жить. Я прошу отнестись с гражданской позицией к этому мероприятию, потому что пандемия никуда сама по себе не исчезнет. Пока мы не выработаем достаточный коллективный иммунитет, мы ее не победим. Будьте здоровы. В пункте вакцинации на базе ТОСа в наличии есть все вакцины, в том числе однокомпонентный «Спутник Лайт», который пользуется большой популярностью у жителей, которые проходят ревакцинацию. Также во временном прививочном пункте можно привиться и от гриппа. Светлана Кудрявцева, События. Забыл надеть маску, покинь салон. В общественном транспорте Самары продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Проверки начинаются рано утром. Одна из них прошла на улице 22-го портсъезда. Вместе с межведомственной комиссией в рейд отправился Максим Магомедов. Я забыла ее, я куртку поменяла, у меня здесь маска лежит всегда. Ну где мне ее взять сейчас? Я на работу опаздываю. Вы серьезно хотите меня выгнать из автобуса? Покинуть салон жительницы Самары все же пришлось. Правила без маски на выход действуют для всех без исключения. Более того, автобус не начинает движение, если пассажиры пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте ежедневно ведется межведомственной рабочей группой при участии профильного департамента, представителей компаний-перевозчиков, сотрудников полиции и добровольной народной дружины. В отношении граждан, которые не соблюдают требования Роспотребнадзора и не следуют постановлению губернатора, составляются административные протоколы. Штраф по решению суда может достигать 30 тысяч рублей. Для антимасочников, пойманных неоднократно, размер санкций увеличили до 50 тысяч. Так только за прошлую неделю межведомственная комиссия выявила 69 нарушителей. С начала года их уже 240. А с осени 2020, когда к проверкам подключилась полиция, в суды направили уже 1219 протоколов. «Нужно носить маски, что это мера, направленная на защиту жизни и здоровья, что вирус никуда не ушел и продолжает где-то среди нас гулять. И на больничный уходят все больше и больше коллег у нас в том числе. Поэтому помните, пожалуйста, используйте средства индивидуальной защиты, чтобы маска была на вас, чтобы она закрывала и нос, и рот. И, пожалуйста, сохраняйте ее до конца поездки». Пассажиры троллейбуса номер 19, в котором Любовь Фомичева работает кондуктором, всегда используют средства защиты. «Они сами одевают, я их не контролирую. Смотрите, у меня в масочки все заходят. Смотрите. У меня все в масочках заходят». Членам экипажа ежедневно раздают средства индивидуальной защиты, которые они обязаны использовать во время работы. За исключением водителей, которые выполняют рейсы в закрытых, изолированных от салона кабинах. В транспорте размещены номера телефонов горячей линии, на которые пассажиры могут позвонить в случае, если сотрудники транспортного предприятия работают без маски или спускают ее на подбородок. О неисправности рециркуляторов воздуха, которые установлены в салоне подвижного состава, также можно сообщить. Обращения принимаются и через социальные сети. «Благодарим наших пассажиров о том, что они реагируют на то, что там не включена лампочка в рециркуляторе, и просьба проверить, работает он или нет. Мы оперативно реагируем. На самом деле все рециркуляторы воздуха исправны. В случае, если он выходит из строя, оперативно служба главного инженера реагирует на это сообщение, либо устраняют, либо направляют на ремонт». Перед выходом на линию весь подвижной состав моют и обрабатывают антисептическим раствором, состав которого одобрен Роспотребнадзором. Между рейсами экипаж самостоятельно проводит дезинфекцию контактных поверхностей. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. «Безоблачный день» дал самарцам возможность немного передохнуть от зимних осадков. Но коммунальным службам не до отдыха. Работа по уборке города от снега идет круглосуточно. Днем снег убирают с дорог и тротуаров, а ночью вывозят на специализированные площадки. Промежуточные итоги уборки города обсудили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. О предстоящих планах и задачах в сюжете Андрей Горгуленко. Еще не рассвело, а дорожные рабочие и дворники уже вовсю трудятся на городских улицах. Их задача – почистить от снега тротуары и остановки общественного транспорта к началу новой рабочей недели. Они сменили ночных дежурных, чьими усилиями с дорог было вывезено почти 4,5 тысячи тонн снега на специальные площадки. Все работы контролируют специалисты городской администрации. Утром город объезжает и глава Самары Елена Лапушкина. Проверил то, что у нас в основном все остановки общественного транспорта почищены. Почищены дороги, по которым ходит общественный транспорт. И общественный транспорт входит в армации на утро. У нас двигается без сбоев. Тем не менее, объем работы остается достаточно серьезный. У нас есть серьезные вопросы по уборке трепортальных территорий, очистке снега. У нас есть вопросы по очистке тротуаров. Не везде мы от наличия еще успели очистить. Ну и, конечно, работа по кровле. Итоги работы выходные и первоочередные задачи обсудили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. Всего за сутки в уборке территории города было задействовано 604 единицы техники и почти 3,5 тысячи дворников. Вывезено 6400 тонн снега. На ближайшие дни, пока осадков нет, запланированы работы по расширению проезжей части дорог, расчистке тротуаров на всю ширину, а также вывозу снега. Кроме того, будет работать тяжелая техника на дорогах пятой категории в частном секторе. Основные дороги по частному сектору прочистили. Процент составляет какие-то процентов 50. Сейчас занимаемся расчисткой оставшихся по обращениям, заявлениям граждан. И через район также те, которые заявки поступают, отрабатываем. Все работы контролируются районными административными комиссиями, городскими властями и прокуратурой. Если коммунальные организации будут некачественно и несвоевременно выполнять свои обязанности, то на них составляют протоколы об административных правонарушениях. Достаточно активно работают административные комиссии, составляют материалы, собирают материалы для дальнейшего составления административных протоколов. Трудятся вместе с прокуратурой. Прокуратура также составляет административные протоколы. Поэтому, безусловно, если замечания не отрабатываются, то это будет пресекаться, это будет штрафоваться. Особое внимание уделяется уборке подъездных путей к больницам, школам, детсадам, а также подъезду к контейнерным площадкам и зонам выгрузки продовольственных магазинов. Работа по уборке снега в городе не останавливается. Работа по уборке города не прерывалась и в выходные. За двое суток из города вывезли более 14 тысяч тонн снега. Коммунальным службам помогали и сами жители, которые при поддержке районных администраций организовывали субботники и воскресники. Подробнее в следующем сюжете. Непогода, которая разыгралась на прошлой неделе и сейчас не оставляет шанса на отдых. Чтобы справиться с последствиями метели, городские службы благоустройства и коммунальщики продолжают трудиться. Расчистка и вывоз снега ведутся без выходных. Из-за сильных снегопадов высота снежного покрова достигла 83 сантиметров. Небесная канцелярия в последний зимний месяц смогла удивить самарцев количеством осадков. По состоянию к 7 февраля выпало 104% от месячной нормы. Только за сутки с пятницы на субботу с территории Самары вывезли порядка 8 тысяч тонн снега. Городские власти напоминают автомобилистам. Для того, чтобы обеспечить доступ спецтехники для расчистки парковочных карманов, обочин дорог на всю ширину, необходимо своевременно убирать машины. У меня просьба, обращаясь ко всем, ну, коль мы сегодня работаем как одна команда, ну, не надо на сегодняшний день паркуют машины. У нас, я уже говорил, в данной ситуации, где сформирован вал, устанавливается, то есть к борту, да, чтобы под вывозку. Сразу одна полоса, где чисто заполняется, и у нас происходит сужение. Эта вот ситуация, она на сегодняшний день, конечно, усложняет работу дорожных служб. Уже к субботе дороги первой, второй и третьей категории были очищены на 70%, в четвертой и пятой категории почти наполовину. Задействованы все семь площадок для вывоза и складирования снега, четыре муниципальных и три коммерческих. Так, в рамках муниципального контракта к концу минувшей недели только муниципальные специализированные площадки со всех территорий города приняли в общей сложности 215 тысяч тонн снега. Днем в пятницу и в ночь на субботу на уборку городских территорий направили 729 единиц техники и почти 4000 уборщиков, включая дворников, дорожных рабочих, работников парков, стверов и набережной. Израсходовано свыше 400 тонн противогололедных материалов для обработки улиц. В субботу только в дневную смену уборкой на уличной дорожной сети занимались 212 рабочих. Вывели 155 снегоуборочных машин. Не меньше дворников и техники вышло на улицы и во дворы, и в воскресенье. Количество вывезенного снега выросло до 221 тысячи тонн. В этой работе задействовали до 130 самосвалов. Используется как собственная техника предприятий и подрядчиков, так и привлеченная. Продолжили работу и по расширению проезжих частей, особенно там, где ходит общественный транспорт. Упор сделали на очистку тротуаров и пассажирских остановочных павильонов. Днем в основном формируем кучи вал под вывозку. Ночью эти кучи валы вывозим. Также сейчас внимание акцентируем на обращении по частному сектору. Это дороги пятой категории. Не оставили без внимания скатные крыши. Почти сотни бригад альпинистов очистили еще 180 кровель. Крыши, как и вопросы расчистки снега, фигурируют в обращениях, поступающих через ресурсы ЦУР Самарской области и муниципального центра управления. Каждая находится на контроле до полного исполнения задач. Это ведущий принцип. Например, за прошедшую неделю, когда Самару накрыли снегопады, администрация Кубышевского района совместно с Центром управления регионом Самарской области взяли в работу более 30 сообщений жителей района в социальных сетях. Охватили работы и конкретные адреса, где необходимо убрать снег. Это и улица Восстания. Здесь администрация Кубышевского района и жители вместе организовали воскресник. Валентина Гаспарян рассказывает, что во время снегопада машинами с соседями не пользовались. Нельзя было выехать, а теперь дорога позволяет комфортно передвигаться. Мы вот все выкидываем, а трактор все у нас увозит. Что можем, сами чистим, что не можем. Вот трактор нам помогает. Спасибо огромное, что так нам помогли. Такие воскресники организовали по нескольким адресам в Кубышевском районе. Жителям помогли почистить подъезды к домам с помощью техники, а также выдали рабочий инвентарь тем, кто своими силами решил расчистить улицу возле своего дома от снега. Несколько адресов в работу взяли управляющие компании соседних многоквартирных домов. Мы понимаем, что объективно те организации, которые занимаются обслуживанием уличной дорожной сети, они в первую очередь сейчас, конечно, сосредоточены на центральных улицах, потому что есть категорийность. И частный сектор, конечно, это четвертая и пятая категория дорог в основном. И периодичность уборки, регламентированная периодичность, она, конечно, не такая высокая. Уборка снега ведется во всех районах города. Работы управляющих компаний лично контролируют главы внутригородских районов. По поручению губернатора Дмитрия Азарова на всех уровнях созданы штабы для борьбы с последствиями снегопадов. В обязательном порядке административными комиссиями районов и самарским МПГАТИ по благоустройству проводятся проверки за исполнением управляющими компаниями своих обязательств. На недобросовестные организации составляют административные протоколы. Профильные службы просят также своевременно освобождать подъезды к контейнерным площадкам, чтобы к ним имелся беспрепятственный доступ к технике, как для расчистки, так и для вывоза мусора. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Банки в России по требованию Центробанка к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов. С чем это связано? Центробанк хочет повысить внимание банков к отдельным операциям россиян. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 8 февраля 75 рублей 68 копеек. Евро 86 рублей 51 копейка. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 92 доллара 65 центов за баррель. Правительство России поставило перед Центробанком задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями клиентов. Кредитные организации должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции. Речь идет о внедрении утвержденных в сентябре прошлого года методических рекомендаций регулятора о повышении внимания банков к отдельным операциям россиян. Это сделано для борьбы с нелегальными транзакциями. Задачей банков станет оперативное выявление счетов, по которым проводятся операции с необычно большим количеством граждан. Больше 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физическими лицами в день. Кроме того, под подозрения подпадают значительные объемы операций между гражданами – более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банкам рекомендовано блокировать подобные транзакции. Платежная система Western Union прекратит переводы внутри России с 1 апреля 2022 года. Письмо с соответствующим оповещением компания разослала банкам-партнерам. Как объясняется в письме, решение отказаться от внутрироссийских переводов принято в связи с их низкой востребованностью на рынке. Вместе с тем, трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме. Как следует из письма отправить перевод по России через Western Union нельзя будет уже 31 марта. А 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Если перевод был оформлен до 31 марта, но еще не был получен адресатом, то отправитель с 1 апреля сможет вернуть деньги в отделениях Почты России. Кроме того, с 24 марта Western Union снизит лимит внутренних переводов до 5000 рублей. Сейчас, в зависимости от разных условий, максимальная сумма перевода в день варьируется от 50 тысяч рублей до 7,5 тысяч долларов. Это около 570 тысяч рублей по текущему курсу. Российские банки в январе 2022 года выдали автокредитов на сумму более 75 миллиардов рублей, что на четверть выше результаты января предыдущего года. На фоне дефицита новых машин на рынке и роста цен продолжил расти интерес клиентов к транспортным средствам с пробегом. Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов по традиции оказались Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Новичком в первой тройке стала Челябинская область. Замкнули топ-5 регионов Республика Татарстан и Краснодарский край. Размер среднего автокредита по сравнению с январем 2021 года вырос на 50%, превысив полтора миллиона рублей. Топ-3 наиболее популярных марок в сравнении с концом 2021 года остался неизменным. В него вошли Lada, Kia, Hyundai. При этом список лидеров пополнился новичком. Nissan занял четвертую строчку рейтинга, сместив чуть ниже Volkswagen и исключив Skoda. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Техника без опасности. Сотрудники газовой службы посмотрели, насколько исправно работает оборудование в жилых домах Самары. Такие проверки проводятся ежегодно для предотвращения аварий, в том числе утечки газа. Правильно ли горожане эксплуатируют оборудование и сколько нарушений выявили специалисты, расскажет Ольга Павлова. Семье Минебаевых волноваться не стоит. Плановая проверка газового оборудования показала, что все соответствует технике безопасности. К кранам обеспечен беспрепятственный доступ, домоход и вентиляционные каналы регулярно прочищаются. Нам показали, как прочистить. Открыли. Ну, открыли там, там маленькая сеточка. И сеточку с моющим для посуды помыли и осталось. Жалоб нет никаких, да, у вас? Нет, часто проверяют, жалоб нет. Куда меньше повезло жителям дома по улице Гвардейской. Из-за неправильной эксплуатации газового оборудования в одной квартире без снабжения здесь оставили половину подъезда. Глушаю стояк, газовый стояк. Выявлено нарушение газового оборудования в одной из квартир. Жители обязали в кратчайшие сроки устранить все нарушения. До этого момента готовить ужин придется либо на электроплитах, либо у более ответственных и добросовестных соседей. Все зависит от характера нарушения. Есть нарушения, как я уже говорил, по 77 пункту 460-го постановления, которые требуют незамедлительного отключения. Работа в этом случае такие нарушения, как отсутствие нарушения тяги, утечка газа, аварийное состояние газа, использующие оборудование, при этом незамедлительно производится отключение. При случаях, если отключение не требуется, выписывается предписание, направляется информация в управляющую компанию, соответственно, для принятия мер и в государственную жилищную инспекцию. Отсутствие тяги в дымоходах, неправильной эксплуатации вытяжек, использование газа без приточной вентиляции – все это приводит к непоправимым последствиям, отравлениям и даже летальным исходам. Уже с начала этого года на территории областного центра было зафиксировано 6 случаев отравления угарным газом. Чтобы подобное не повторялось, еще до начала работ кухню необходимо проветривать в течение 3-5 минут. Перед розжигом газовых колонок нужно проверить тягу. Если она отсутствует, тут же отключить оборудование и вызвать сотрудников аварийной газовой службы. А вот закрывать глаза на неисправности и надеяться на авось не стоит. Это может набредить не только здоровью собственников жилого помещения, но и соседям. Еженедельно в департаменте городского хозяйства первым заместителем главы городского города Василенко проводится совещание на данном. Разбирается каждый случай детально для того, чтобы впоследствии таких случаев больше не допускать. Для того, чтобы газовое оборудование работало исправно, нужно регулярно проводить профилактические осмотры и не препятствовать доступу специалистов в квартиры. Если жители не впускают проверяющих, это может свидетельствовать о том, что они либо скрывают факт нарушений, либо выданные ранее предписания не устранены. И, как правило, знают о том, что могут быть оштрафованы и отключены от газоснабжения. Коварство угарного газа в том, что его утечку сложно обнаружить. Он не имеет ни цвета, ни запаха. При малейшем подозрении на отравление необходимо открыть окна, выйти из квартиры, вызвать скорую помощь и газовиков. Звонить нужно по номерам 04, 104 или 112. Ольга Павлова, Василий Кладошов. События. Пока футболисты Крыльев ведут подготовку к весенней части чемпионата России, хоккеисты ЦСКА ВВС уже заканчивают свой сезон в ВХЛ. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Крылья Советов провели контрольный матч против другого клуба российской премьер-лиги. На тренировочном сборе в Турции самарцы обыграли Нижний Новгород. Команды провели необычный матч в два тайма по 60 минут. Сначала счет на 55-й минуте открыл Антон Зиньковский, а на 97-й минуте Цыпченко удвоил преимущество самарцев. Всего на поле в составе Крыльев успели выйти 23 футболиста. Следующий матч Крылья проведут с Астаной из Казахстана. Хоккеисты ЦСКА ВВС провели последний гостевой матч в регулярном чемпионате ВХЛ в этом сезоне. Волжане в Ворске встречались с местным Южным Уралом. Начало матча прошло во взаимных атаках. Постепенно хозяева усиливали давление, но первый период закончился без голов. Счет был открыт на 27-й минуте. Арчане реализовали большинство. В конце второго периода самарцы сравняли счет. В третьем игровом отрезке забивали только хозяева. 1-3 поражение ЦСКА ВВС. Летчики заканчивают сезон четырьмя домашними играми. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в Телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...